Банк Ипотечный – один из наиболее крупных налогоплательщиков Приднестровья. Еще пять лет назад банк организовал акцию «Доброе сердце». В прошлом году на благотворительность банк направил полтора миллиона рублей. Банк Ипотечный – один из наиболее крупных налогоплательщиков Приднестровья. Вот уже пять лет как организовал акцию «Доброе сердце». Только в 2015 году на благотворительность банк направил полтора миллиона рублей. С радостью передаю вам это лекарство. Анюта, выздоравливай, лечись, и мы ждем тебя в гости. Эта белая неприметная коробка для 10-летней Ани – возможность почувствовать все прелести беззаботного детства. 6 лет девочка чаще бывает в больничных палатах, чем дома и в школе. Первый раз в 2008 году у нее пошла кровь из носа, и я думала, знаете как, носовое кровотечение пройдет. Оно не останавливалось где-то с полчаса. Причина кровотечения – нарушение свертываемости крови. Врачи озвучили диагноз. Болезнь Виллебранда – наследственное заболевание крови. У нас самый маленький процент содержания тромбоцитов. При норме 50-150 у нас всего лишь 1%. Девочка приходит в лечение в Кишиневе, но необходимых лекарств ни в Молдове, ни в Приднестровье просто нет. Купить их можно в России, но цена препарата – 1 тысяча долларов. Для мамы Анны это неподъемная сумма. Она воспитывает девочку одна, работает на хлопчатобумажном комбинате в Тирасполе. Но одно знакомство в канун Нового года подарило девочке шанс. С Аней мы познакомились под Новый год. В Новый год с 13 на 14. Я принимала участие в акции «Подари Новый год ребенку». И так получилось, что в январе у Анюты случился приступ, и мама обратилась к нам, и нужна была срочно помощь. За два года Анне помогли с медикаментами на сумму около 40 тысяч рублей. В стенах банка ипотечной Анне и ее маме Ирине рады всегда и готовы помочь по любому вопросу и теплым словом, и добрым делом. Помочь Анне может каждый, перечислив средства на счет акции «Доброе сердце» с пометкой для Анны Поляковой. Реквизиты и отчет о потраченных средствах можно посмотреть на официальном сайте банка ипотечной. Никита Кондратов, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал.